здарова братва с вами как всегда релла сегодня я вновь записываю для вас очередное видео по игре танки x поехали итак предыдущий мой летсплей по танкам x был на громе я решил знаете что не не поступило просто каких-то особых на просьб или пожеланий по поводу того на какой пушке играть я решил просто а вот как они идут так и снимать по ним летсплей вот после грома например идет огнемет после огнемета например twins freeze ну и в принципе так далее по большому счету цена у всех приемлемая приемлемая пока что не знаю в дальнейшем как будут стоить модификацию в принципе если все пушки посмотреть то самые дорогие это рельсы и шафт понятное дело что рельс она и в африке рельс она как бы всем интересно но почему так дорого стоит шафт я если честно объяснить могу мне кашу чем нафиг никому не нужен и интересно бы конечно узнать какое количество игроков точнее прямо процент от всех а кто играть на вот этом шафте многих или мало я не думаю что вот так уж много прям покупать что такую цену забрали это конечно вообще нонсенс просто и так давайте тогда сегодня покупаем огнемет огнемет стоит 180 кристаллов а вот его характеристики в принципе урон 280 расход энергии то есть баллона за 5 секунд то есть 5 секундный баллон 17 метров дальность поражения урон в секунду отгорения от 10 до 40 зарядка 6 секунд и скорость по ротам башни 90 градусов в секунду в принципе довольно неплохо я по моему на заботы вообще не играл на огнемете а может быть даже играл у меня там были жуткие лаги а поэтому сейчас я можно сказать его будто сервис впервые прям при вас и так покупаем за 180 кристаллов конечно да и так у меня установлен огнемет мне будет очень интересно посмотреть какие у него припасы как отображаются кстати давайте кунти краску тоже другую купим потому что у меня краска красная жизнь прекрасная она предыдущий лп был тоже на красной краски а блин смотрите а вот кстати о чем я хотел сказать белые и черные краски они кстати называются уголь и полярная а теперь только за донат я так понял вот эти вот красные рубины или алмаза чуть такой не пойму это валюта именно донатной то есть когда-то реальной бабки задонатишь а в танки икса у тебя не появится у меня их 0 соответственно когда скорее все не будет а поэтому давайте покупать краску за игровую валюту так сказать за наши старые добрые кристаллы а давайте купим синюю краску в принципе довольно неплохо смотрится на на корпусе ну и вперед собственно говоря в битву сейчас конься битву найду и вернусь к вам через секунду и так ребята я короче снова с вами решил я поиграть на небольшой карте по размерам потому что вроде как пушка огнемет это пушка ближнего боя и поэтому кататься по большим картам я просто в о них ринасе чувак тоже на огнемете смотрите вот у меня жаре да так а вот интересно теперь догорит или нет мне бы конечно хотелось чтобы он и так ребята я снова с вами зашел я в итоге на карту бойни на этой карте если честно я не записывал даже на этапе закрытого бета-тестирования потому что я просто тупо не мог прогрузиться на эту карту а ну по понятным причинам потому что у меня и комп слабый и игра не до конца оптимизирована под устройство с низ с низкими системными с низкими короче этими требованиями но не требования с низкими параметрами потому что у меня сетевая карта фиговая и процессоры короче видюха но просто все вообще хлам короче я зашел в режим тдм мы сейчас тут попробуем нагнуть противника хотя в принципе пока они нас нагибают и скорее всего карту я конечно выбрал не совсем удачную потому что вроде бы как огнемет это пушка ближнего боя соответственно таких картах мне просто надо тупо сейчас гоняться за противником и пока я до кого-то доеду меня просто нафиг будут выносить вот как собственно только что это и произошло ребята вы если честно на меня не злитесь я еще не до конца выздоров поэтому меня голос немного такой хриплый и скорее всего еще через нос но смотрите нас тут просто гасит в хлам а попробуем сейчас вот этих вот попробовать у этого чувака во первых сейчас отжать аптеку потому что он на нее собственно говоря рассчитывал около нее стоял как как будто думал что мы тут все дурачки да в принципе не знаю будет ли тут тащить огнемет эффект от него очень-очень прикольный я надеюсь сейчас чувак догорит а хотя в принципе может и не догорит тут парень смотрю не смотрите он не догорает нифига не знаю почему у него почему-то а нас кстати еще меньше замечательно нас еще и меньше да так давай 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 сам урон себе еще нанеси было бы вообще замечательно а их 4 настроя я вообще не помню сколько в этой битве максимально предусмотрено количество игроков так 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 срочно вот эту дэшку так отлично а чувак-то вроде башни вертишь очень мимо фигачит и все нормально еще рельсы меня вынесет наверное да так вроде так уходим в укрытие были не успел я конечно вообще если честно мне хотелось сделать отдельный обзор этой карты карта боня потому что она а по водичкам а потому что повторюсь она была доступна еще на этапе збт но я не смог в нее вообще по факту зайти и кстати вода тут не очень так-то реалистично отображается вот я погрузился по гусенице и тут какие-то волны наверное должны быть или что-то наподобие такого ну ничего этого собственно говоря нету возможно кстати потому что я играю не на максимальных настройках графики хотя наверное и на максимальных будет все точно так же а тут вот камыши растут а само пламя огнемета но она а такой своеобразный наверное напоминает и было взято за основу эффект как раз из танков онлайн но тем не менее это же вроде танки как раз последователи танков онлайн и этого стоило ожидать но тут тоже смотрите с водой та же самая фигня а сейчас попробую заехать противником в тылы а карта в принципе прикольная и по текстуре и по ландшафту а так чувак хочет наверное на меня это сейчас да что ты хочешь то братан не пойму вообще давай иди-ка отсюда иди отсюда блин а я вообще ему даже урона не нанес бы елки-палки еще застрял а ну получается что угол у огнемет угол поражения не настолько уж и велик что чувак там буквально спустился со склона и все я до него достать уже по факту не мог вот раньше по моему на карте бой не не было вот таких вот пристроек это вообще я так понял какой-то туннель а непонятно чего тут делать опа чувак привет а вот пожалуйста вам килл я второе место кстати занимаю вроде сейчас команда нас они от нас все равно меньше на 1 но думаю сейчас ребята зайдут и мы кстати уже начали тащить счет был 17 11 сейчас 23 26 парень больше не вертит поэтому сейчас отхватит от меня отхватит прям по самые помидоры ни хрена себе это мне чё гром так прописал или а нет это походу смока а хотя вроде крита мне не выдала и мы опять начинаем потихоньку отставать от противника в плане так опять вот чувак контролит аптеку сейчас попробую я у него и отхавать так ты меня не видишь ты меня не видишь ты меня не видишь опа отлично вот так вот вот так вот братан как говорится да ну вот видите он отъезжает и походу этот танк сейчас не догорит а я не знаю сколько нужно находиться танку по строю огнемета чтобы он догорел но тем не менее считаю что так 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 все вот чувак догорел но тем не менее мне вот интересно интересен сам процесс а в секундах вот я допустим дал пламени дал прям струю огнемета противнику вот сколько он будет догорать. Я, если честно, этого пока ни разу не наблюдал, чтобы я, допустим, прописал чуваку пламени. Да ёлки вообще меня вынесли. Вот, вот смотрите, я чувака нагрел. Но он почему-то не догорает. Может это... Я не знаю, вот если честно, с чем это связано и как это объяснить. Если кто-то уже на огнемёте играл и был у вас такой опыт, то, пожалуйста, мне в комментариях, так сказать, пишитесь. А мы потихоньку начинаем догонять сейчас вот этого чувака. Куда, куда, куда ты? Блин, ёлки-палки. Какой тут всё-таки управление вообще не то, что оно не оптимизировано, оно вообще какое-то бестолковое. Вот куда вот он едет? Он стреляет и куда-то едет. Чувак, ты куда? И по кому ты вообще стреляешь? Вот смотрите, вот я ему дал пламени. А, он вообще короче сбит, вышел. Мы, кстати, вырвались вперёд. Противники что-то начали ливать или может просто чувак залагал. Потому что опять же, ребята, бета-тестирование. Давай-ка ты сейчас сам урончик нанесёшь, да? Давай-давай-давай-давай. Самуничтожайся, давай. Отлично. А мы уже на 4 килла опереждаем противника, хотя в начале боя вы сами... Блин, мне бы аптеку вон-то вон. Тихо-тихо. Главное, чтобы сейчас по мне никто не дал. Так, я сейчас тут краями-краями проеду. Опа! Замечательно. Просто замечательно. Так, вот этих двоих-двоих-двоих. Давай-давай-давай-двоих. Ёлки-палки. Вот я нагрел двоих, прям будь здоров. И сто пудов сейчас никто из них не догорит. Вон тот едет этот хорёк и тот смог. И он стоит им вообще по барабану. А может, я, конечно, им какой-то урон нанёс, но в танках онлайн танки догорали. А тут почему-то не догорают. Я не знаю, может, просто мне не удаётся как следует их надамажить. Так, вот ещё один чувачок. Привет. Так-так-так-так-так. Отлично. Блин, а где аптек... О, ДД-шка, ДД-шка. Ну, сейчас мне, конечно, рельсы пропишут. Зато я у них ДД-шку отхал, потому что вот этот рикошет на хорьке, он хотел её отхавать. Это точно. Так, мы ведём на 3 килла. Ну, и играть нам остаётся около 4-х минут. В принципе, можем затащить. У нас вроде команда сейчас сравнивает. Так, аптеку сейчас отхавает, блин. Ёлки-палки. Но зато вот этот вот чувак башни вверх, поэтому я думаю, сейчас мы его надамажим. Прям чётко так, да? Так, Васпика, Васпика. Да ёлки-палки, меня прям вносят вообще. Я даже не успеваю ничего делать. Кстати, зашёл какой-то чувак с ником YouTube. Вот он, вот он, на Васпореле. Наверное, он снимает. Чувак, эй, привет. Привет тебе. Я тоже снимаю, тоже на YouTube. Ой, блин, сбил я ему прицел. Братан, сори. Так, вот этого надо зажарить, потому что нам... Да что-то угомонись, Вася. А потому что нам в команде важны каждые киллы. Вот я, в принципе, уже два килла команде принёс. И это очень неплохо. Едем на базу противника. Только что по мне хотела рельса отстреляться. Надо от неё уезжать. Потому что она мне сейчас... Ну, вот я так и думал. Так, привет. Блин, и всё-таки он меня добил. Ровно у нас пока тысяча кристаллов фонд. Чуть побольше. Две с половиной минуты играть. Может, чуть больше, чем две с половиной. И по киллам идём прям назря в назрю. А вот этот килл сто пудово сейчас будет моим. Z1 Power. Не знаю, что это в переводе на русский. Я, в принципе, читать умею. Вот что касается перевода с английского на русский, это не очень. И опережать нас, короче, противник. У нас, ребят, на одного меньше. В принципе, довольно интересный геймплей... А, не-не-не, всё, мы вырвались вперёд. В принципе, довольно интересный геймплей у огнемёта, но опять же, вот эта система управления, эта реалистичность составляет, конечно, желать лучшего. А мне, если честно... Так-так-так-так-так, двоих. Блин, у меня башня не поворачивается ещё, нифига. Так, жарим, жарим, жарим его, жарим. Иди сюда, иди сюда. Я кому сказал? Просто смока вообще таранит, будь здоров. У меня так аж сальдо тройное делает. Конечно, тут вот я не ту выбрал пушку. Или, скорее всего, я пушку сначала выбрал, а карту надо было уже потом выбирать. Но, тем не менее, тут огнемёт, скорее всего, не очень актуален. Вот на огнемёте бы, знаете, где играть? Вот, например, на... на песке. Вот. Карта песок, в принципе, нормальная. И по масштабу не такая большая. Я думаю, там можно было бы погонять на огнемёте, но не тут. А тут мне, опять же, повторюсь, нужно доехать до цели. Кстати, я в чате только что прочитал там читаки или что-то наподобие такого. А тут вроде с читерством пока проблема остаётся актуальной, потому что, судя по образованию, я много их прочитал. Очень много читерства в игре. Так, блин, хотелось сейчас ддшку, конечно, чувака отхавать. А ладно, давайте поедем, наверное, в тылы противника. Попробуем там пожарить ту же самую рельсу. А потому что слишком уж она обнаглела. А, кстати, я здесь вот видел на ЗБТ какие-то проезды. И как вот мне сейчас в эти проезды попасть? Там типа траншеи что ли какие-то? Вон они в розе. Но мне, скорее всего, сейчас туда пробраться никак не получится. Это вроде даже киллзона, что ли. Так, вот этот козёл, который всех дамажит там на своей рельсе. Привет, чувак, ты, наверное, не ожидал меня увидеть, да? Блин, он сейчас мне ещё рельсу пропишет. Нет, не прописал. Так, я в тылах у противника. Вроде тут пока затарился, меня никто не видит. Так, 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 так. Иди сюда, иди сюда, брат. Ты от меня уже никуда не уйдёшь. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Да блин. Вот смотрите, он сейчас догорит или нет? Вот меня уничтожил ИИ-И-93. Я, в принципе, надамажил его прям. Будь здоров. Не-не-не, он всё, он, короче, просто не подыхает. Всё равно не подыхает. Так, давай, 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 чувак, гори ясно, чтобы не погасло. 11 секунд, ребят, остаётся. Мы на 2 кила вырываемся. Срочно надо сваливать от этой смойки, которая меня там дамажит. 4, 3, 2, 1, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну всё, ну это победа, походу, да? Отлично. 71-72, ребята, затащили мы катку. Получил я, походу, 120 кристаллов. Не так уж много, но тем не менее, что есть, то есть, как говорится. В общем, вот такой вот, ребята, был обзор огнемёта. Буду в дальнейшем, конечно, более подробно останавливаться на этой пушке и на этой карте. Это сейчас только, можно сказать, ну, первый взгляд на этапе открытого бета-тестирования. Как оптимизировали игру на этом сочетании, как вообще выглядит геймплей на огнемёте. Ну и, в принципе, всё, что вот с этим связано. Если вам понравился ролик, ставьте лайки. Если нет, то дизлайки. Решать, как говорится, вам. В любом случае, огромное вам спасибо за просмотр. Как обычно, я вам желаю хорошего настроения. Желаю вам крепкого богатырского здоровья. Ну и, понятное дело, удачи. Как в танках, так и по жизни. Всем пока, братва. Удачи!